На заседании в Думе края обсудили проблему оснащения транспорта тахографами. Этот вопрос был принят на федеральном уровне. В крае уже идет установка контрольных устройств на борту транспорта. Тахографы следят за режимом труда, скорости, отдыха водителей и членов экипажа. Ведь нередко в погоне за заработком дальнобойщики переутомляются и засыпают за рулем. Приборами уже обеспечивают грузовики и автобусы края. Наполовину план выполнен. Но возник вопрос об оснащении этим оборудованием сельхозтранспорта. Конечно же не стоит вопрос о том, что оснащаются тахографы, которые выходят, например, за пределы района и куда-то везут зерно или другие вещи. Но на сегодняшний день я могу привести цифры. Из 8,5 тысяч грузового транспорта, которые принадлежат сельхозтавропроизводителям. Только полторы тысячи из них находятся возрастом до 10 лет и около трех тысяч грузоподъемности до 6 тонн. То есть у них уже, так скажем, и остаточная стоимость значительно ниже, чем стоит установка этого тахографа. Ставропольские власти обратились в Федеральное министерство транспорта с просьбой внести изменения в приказ, чтобы исключить из него сельхозтранспорт, выполняющий внутрихозяйственные перевозки. Обращение дало свои результаты. Предусматривается исключить ряд машин, которые не перевозят груз на дальние расстояния. Приказ находится на согласовании. Его утверждение ожидается в июле этого года. Понятно, что на КАМАЗы, которые перевозят грузы, зерно там, надо ставить такие. Но зачем на какой-то водовоз, который ездит, поет овец, ставит это оборудование? Да ему уже 25 или 30 лет, понимаете. Я думаю, любой инспектор ГАИ, просто если он патриот края, должен относиться к этому по-человечески. Если мы не поймем этого, ну это плохо. Вторая тема также касается транспорта. На этот раз речь пошла о нелегальных такси. Их число растет с каждым месяцем. На сегодняшний день в крае работают 150 легальных таксистов и 600 нелегальных. В основном нелегалы – это студенты и пенсионеры, желающие подзаработать в свободное время. Легально оформляться невыгодно. В среднем в год придется заплатить 36 тысяч налога. Но главная проблема не в таксистах-одиночках, а в крупных компаниях. У нас основная проблема в такси в крае – это вот эти службы. Если у нас будет законательно урегулировано, что мы можем к ним прийти и какие-то требования законодательные предъявить, мы практически на 70-80% мы просто выдавим нелегалов из оборота. Они ведут или легальный бизнес, или они вообще бросат этим заниматься. Это однозначно будет так. Нелегальные такси не платят налоги, поэтому деньги идут мимо Ставропольской казны. К тому же эти организации не зарегистрированы и водители могут быть опасны для пассажиров. Поэтому в Думе края рассмотрят предложение принять законодательный документ по борьбе с нелегалами, чтобы решить этот вопрос кардинально. Мария Жирова и Иван Дацунов, АТВ Ставрополь.